Мэтью Соммервилл Морган Морган родился в Лондоне 27 апреля 1837 года. Его отец был актером и учителем музыки, мать – актриса и певица. Сын изучал сценографию и продолжил свою профессию в Лондонском театре, но стал художником и корреспондентом «Иллюстрейт Лондон Ньюз». В 1859 году Морган работал в Северной Италии, освещая франко-австрийскую войну. Учился в Париже, в Италии, в Испании, был одним из первых художников, который проник вглубь Африки. Стал совместным редактором и владельцем «Томск Хавк» лондонской газеты, иллюстрированной комиксами. В 1861 году лондонское издание «Фан» начало свою работу с Морганом в качестве художника. Работал с Бернадом, Гилбертом и другими драматургами при создании лондонского юмористического журнала «Фан». Был главным художником-постановщиком в Королевско-Итальянской опере «Ковенд Гарден». Приехал в Соединенные Штаты в 1870 году по контракту Фрэнком Лесли. Фрэнк Лесли – американец, гравер, иллюстратор и издатель семейных периодических изданий. Поработал карикатуристом в публикациях Лесли, работал менеджером нескольких нью-йоркских театров. Наибольшую известность он получил во время президентской кампании 1872 года, когда Морган рисовал карикатуры от имени либеральных республиканцев против президента Улиса Гранта. Его карикатуры на политиков были больше похожи на портреты. В 1880 году он отправился в Цинциннате, штат Огайо, где до 1885 года был менеджером ритографической кампании «Стоу Бридж» и многое сделал для улучшения характера театральной литографии. По сообщениям, он также помогал разрабатывать декорации для шоу «Буффало Билла. Дикий запад». Вернулся в Нью-Йорк в 1887 году. Участвовал в выставке американского общества аквалеристов. Написал серию больших панорамных картин, которые изображали сражения гражданской войны. Они выставлялись в Цинциннате в 1886 году и в других местах. Морган умер от плеврита в Нью-Йорке 2 июня 1890 года. Вот так вкратце из переводной википедии о американском художнике, который известен в основном своими политическими карикатурами, Мэтью Сомервилл Морган. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok